Всем привет, на связи проект Maboo. Maboo это проект о разработке мобильных приложений. Я очень часто получаю вопросы от всех тех, кто приходит ко мне на обучение из серии «Я не знаю, получится ли у меня стать Android-разработчиком или какими особенностями нужно обладать, чтобы стать разработчиком мобильных приложений». В этом видео поговорим про этих всех заблуждениях. В общем-то, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видеоформате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Вообще, все, кто приходят ко мне на обучение, делятся на два типа людей. Одни уже давно сидят на базовом уровне и решают какие-то примитивные задачки, либо на бесплатных сайтах, либо вообще записались на какие-то платные дорогостоящие курсы типа Geekbrains, Skillbox. Но они, несмотря на дорогостоящее обучение, не сдвинулись с начального уровня и не знают, как им быть дальше. Как правило, да, как я сказал ранее, такие люди ко мне приходят после других курсов, в особенности много людей из Geekbrains, Skillbox, ну и даже приходят из самообучения. Но есть и те, их довольно много, кто только задумался изучать андроид-разработку. Стоит все те, кто только хотят приступить к изучению этой сферы, и они часто задают вот такие вопросы. Получится ли у меня, смогу ли я стать андроид-разработчиком, какими навыками нужно обладать. Итак, давайте разбираться, получится ли у вас стать андроид-разработчиком или нет. Скажу сразу, ответ такой, что у большинства получится стать андроид-разработчиком при правильном подходе к обучению. Эта сфера не требует от вас таких знаний, как GameDev, Data Science, где требуется понимание, хорошее знание высшей математики и физики. В мобильной разработке все намного проще. Есть идея или задача по разработке мобильных приложений, и нужно ее реализовать, применяя определенный стек технологий. В общем-то, нужно знать, какие, где и как применять технологии, нужно просто изучить все эти технологии, попробовать их применить и попрактиковаться. Все эти задачи решает мой курс. При разработке приложений, программист использует заготовки своего кода, который он модернизирует под конкретный проект. Да, нужно иметь заготовки своего кода, как правило, мои ученики эти заготовки формируют уже на этапе обучения. Такие заготовки кода называются сниппетами. То есть, по факту, вам, чтобы стать разработчиком мобильных приложений, необходимо просто изучить стек технологий и просто нужно набить руку. Ничего такого сложного в этом нет. Но есть ряд проблем, с которыми может столкнуться тот, кто изучает мобильную разработку. Во-первых, все очень стремительно меняется, и нужно успевать изучать новые подходы, библиотеки, технологии. Нужно вращаться в этой сфере, скажем так, интересоваться всеми нововведениями, смотреть, что происходит в вашей сфере и наблюдать тенденции развития стека технологий. Во-вторых, в сети очень много статей с примерами того, как используется та или иная фишка, либо библиотека, либо технология. Но проблема в том, что очень много чего показано с устаревшим, а иногда неправильным кодом. Очень много кода, который вообще никогда не заработает у вас. Ну, например, когда я изучал Android-разработку, я перешел на тему изучения такого виджета, как RecyclerView и начал изучать. И даже сейчас, если вы откроете бесплатные открытия статьи по RecyclerView, то вы увидите, что 95% этих статей вам будут показывать, как создается RecyclerView. Причем в них будет показано, что обработка кликов по элементам RecyclerView будет происходить именно в самом адаптере, который наполняет этот RecyclerView, ну то есть список контента. Но по факту это неправильно. Вся логика, по которой будет наступать после тапа по элементам списка, должна быть прописана непосредственно в вашем Activity или в другом любом классе, но за пределами адаптера RecyclerView. Потому что единственная задача адаптера, это просто наполнять ваш список контентом в соответствии с вашим шаблоном. Но это такое небольшое отступление. Для того, чтобы вы могли понимать, что не все, что дается вам в статьях с примерами, обладают истинностью и единственным вариантом решения, единственно правильным вариантом решения. Также я не советую вам копировать код из сети, но нужно его понимать, перерабатывать, проводить через себя и использовать этот код, модернизировать его под свой проект. При самостоятельном обучении в этом разобраться очень сложно и вам нужна будет помощь. Большинство курсов рассчитаны на крупный поток клиентов. Это курсы типа Geekbrain, Skillbox. Вам не помогут, потому что они будут вас учить разрабатывать приложения, а будут выдавать справочную информацию и отправлять вас в Google для решения конкретно вашей проблемы. И мне интересно, станете вы разработчиком или нет. Поэтому у них такой ценник высокий и условия полной оплаты за обучение сразу, а не помесячно. Так что же делать? Вам нужно найти курсы на индивидуальной основе, так как курсы заточенные на индивидуальное обучение дают результат. Именно поэтому я сделал свой курс Android разработчик за 3 месяца именно на индивидуальной основе и он дает результат моим ученикам уже на первых неделях обучения. Обучение в группе с общим подходом без нормальной обратной связи ни к чему хорошему не приводит. Ну давайте вернемся к нашему вопросу, любой ли человек может стать мобильным разработчиком? Ответ да, здесь не нужно особой таланты, все что от вас потребуется это решить проблемы, о которых я говорил ранее в этом видео. А также вам понадобится усидчивость и погружение в обучение вместе с практикой. В процессе обучения у вас многое будет не получаться, приложения не будут работать, будут постоянные баги, обязательно возникнет мысль, может я не способен, может это не для меня. Нет, 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 вы рехнулись? Если такие мысли возникают, то выбросите их из головы, у вас все получится, главное усидчивость, упорство и желание достичь поставленной цели. То есть вы должны понимать, чего вы хотите и за какой срок вы планируете достичь этого. Поставьте себе мелкие цели, на короткие сроки, например, через месяц я хочу научиться верстать дизайн приложения, еще через месяц хочу научиться работать с базами данных. Так постепенно вы придете к своей цели поэтапно, маленькими шажками. Главное не отчаиваться и идти вперед, если что-то не получается, нужно сидеть над этим пока не получится. Но я не в плане того, что не вставать из компьютера пока не получится, нет, нет, подумали, подумали сегодня, посидели вечером на задаче, не получается. Закрыли ноутбук или компьютер выключили, завтра возвращайтесь к этой проблеме, продолжайте изучать и копать в сторону ее решения. И у вас обязательно все получится. У меня очень часто так бывало, если что-то не получалось вечером, обязательно получится что-то утром. Самое главное, что вы должны вынести из этого видео, это то, что разработка мобильного приложения может научиться каждый. Главное упорство, усидчивость и стремление решать проблемы во время проблемы, связанные с программированием. Ведь решение проблем, связанных с разработкой приложения и с кодом, это и есть работа программиста. А на сегодня у меня все, изучайте мобильную разработку, это очень актуальная и одна из самых перспективных направлений в IT. С вами был проект Maboo, всем пока.